Сейчас Паньков скажет, что хотел. Синий цвет в фаворе, потому что тоже в синем пиджаке я вижу большой телевизионный экран. Зрители восьмого канала, сейчас вам режиссёры это покажут! Это вижу не только я! Вот, пожалуйста, движется к нам в студию Митя Фомин. Надо было, может, мне тоже, что же? Один я какой-то. Ну, вообще тебе стоит выйти, мне кажется. Что ты тут делаешь между с нами и... Это бежевая ворона, сколько бы. Бежевая. Да, не так. Не, ну тебя знаешь, что спасает? Вот здесь вот есть маленькая такая голубая полосочка. Есть. Это единственное, что спасает сегодня тяжёлый. Итак, Митя Фомин сегодня давайте под аплодисментом по коридорам Останкино шурует в наше пионерское шоу. Ну, кто-кто? А дядя Митя точно был пионером, понимаете? Конечно, он был. Этот парень давно не шутит. Человек на эстраде уже больше года, понимаете? Он даже... Я даже видел, как он пел в одной из передач телевизионных популярных. Там... И это уже не шутки. Итак, уважаемые друзья, у нас же нет монтажа, всё в прямом эфире. Заходите, дядя Митя. Заходите. Мы тебя ухвалим, тут не нахватывайся. Самый стильный. Извините, ради бога, что я опоздал. Это мы знаем, телезритель не знает. А, не знаю, да? Слава богу, что ты не прямой. Всё нормально. Прямой-прямой. Прямой, да? Прямой, прямой. Прямей не бывает, да. Мы решили выгнать Чужого, потому что мы все в синем, а он никак с нами не монтирует. Буду, да, если можно, пожалуйста. Сахаром, на мой счёт. Без сахара. Но если можно, с молоком тогда. Да уже 61. Ирка на две программы молока не может. Ирка, надо есть другую траву, если так скажу. Хорошо, капусту. Употребляй другую траву. Капусту надо есть. Ты знаешь, мы тут... Её надо есть для другого. Ты будешь в повторе смотреть, мы по тебе уже прошлись, тут шутили, как могли. Я говорю, ты настолько стильный, настолько уже вот твой образ вошёл на смотр. Представляешь, какое количество регионов смотрит в 8-й канал? А сколько? А сколько? Расскажите мне, сколько вы смотрят. Ты знаешь, мы делали опрос, мы делали опрос от Дальнего Востока, у кого Триколор, у кого... Да, очень Дальнего Востока. А тут просто вся страна. Это очень приятно, это очень круто, что вы так... Поприветствуй, вот камера ваша гостевая. Друзья, доброе утро. Очень приятно, что вы смотрите сегодня именно 8-й... А, ну где-то вечер, где-то вообще ночь, знаете, где-нибудь за полярным кругом вечером. А Петербург в Камчатском полночь. Полночь, это как обычно, у них другого времени бывает. Они уже на это шутки не смеются. Недавно написали оттуда письмо, спасибо, у них такая гора красивая есть, приезжайте, мы, говорят, на самую вершину вас... А я был на Сахалине. На Сахалине был, оттуда тоже звонили, кстати. Я не был на Камчатке, к сожалению, я был на Сахалине. Оттуда был звонок. Там очень здорово, природа сумасшедшая, всё здорово, только, говорят, бандитов много у нас. На Камчатке? На Камчатке ходят, бродят. Это значит, что они любят музыку. А почему? Потому что они же все романтики. Ой. Себандиты романтики. Так вот, мы шутили... Большой дороги. Большой дороги. Мы шутили на тему, что ты настолько стильный, настолько правильный, да, то есть... Я правильный, ты смазаешь ли? Настолько образ, да, у тебя, что... Нет, он имел в виду красивый. Что люди уже стали стричься в парикмахерских, приходя, говорят, вам какой прическа? Говорят, мне под Митю Фомина. Под Митю Фомина. Только ты стрижешься сам под себя. Вот где логика? Приходит и говорит, мне под Митю Фомина. Пиджачок какой брать? Давай, как у Митю Фомина. А тебе что делать? Понимаешь? Вот ты... Как ты выбираешь одежду себе? А я потом прихожу после этих ребят и говорю, вы знаете, а мне точно такой же, какой до меня купили. А, да. И все, вы знаете, и круг замыкается. Слушай, ну кто, 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 так ты точно был пионером? О, товарищ, конечно, я был пионером. Рассказывай, номер школы, как принимали? Да, я могу сказать совершенно точно, это было 150, спасибо огромное. Без молока, Ирина... Без молока, сахар там, он положил. Не, не нужен сахар. Чуть-чуть, чуть-чуть. Это я уже готовлюсь. Да, да, да. Послушайте, это была, я могу сказать честно, это был Зайльцовский район, город Новосибирск. Жил я на улице Народная, 12 дробь 1, квартира номер 46. Уже поехали люди. Первый этаж, не вспомню, телефон, кстати, был 46, 99, 66, по-моему, такой был. Вот память. Телефон еще был, кстати говоря, шестизначный, сейчас уже восьмизначные номера, потому что огромный город, миллионный, многомиллионный. Так вот, я учился в 158-й школе до 5-го класса, я ходил туда пешком, и в 158-й школе огромный привет. Я передаю, оттуда мы уехали, а нет, я вру, я жил в Калининском районе, потом мы переехали в Зайльцовский район, и я уже перешел в первую гимназию, она была тогда школа номер 42, это была подшефная школа от медицинского института. Я прям прямиком в медицинский институт их ухудшил. Слушай, да, вот здесь побаивай. Театральные школы были. Были. А как раз медицинские школы были. Врет. Да, конечно. Помнит руки-то? Помнит. Ты прости уж, мы твою бабочку чуть прикрываем. Давайте попробуем, ребят, а что ж не помнишь? Я помню, что меня каждое воскресенье, мам, говорил, ты галстук погладил? Ты галстук погладил? Ну, мы не гладим принципиально. И Митя гладил свой галстук. Митя гладил галстук. Но я его не гладил в течение недели, я его аккуратненько снимал, аккуратно снимал его и вешал его так, чтобы он не мялся. А что почти? Все нормально, мне кажется, получается. Сейчас, все. Уважаемые друзья. О, ну, а, ну, а, вот поправочка, есть! Есть! Браво, 5 баллов! Отлично! Казалось бы, галстук... Вообще, вы знаете, так идеально подходит цвет к нашему синему цвету. У тебя вообще, кстати, типичная такая вот... Галстук и бабочка это новая. Я бы не был против, если бы была такая вот форма школьная, мы как раз говорили об этом. У тебя как, вот, извини за банальный вопрос, на личном фронте, что там, как семья, дети, все как у всех? Семьи нет, у детей тем более. То есть, ну... Есть животные. Ну, планирую, хорошо. Планирую, конечно, мы всегда планируем лучше в своей жизни. А сколько собак? Да, одна собака. Одна собака, обязательно, да. Одна собака, белоснежка, американский бульдог, огромный. Какая прелесть! Очень, очень, очень красиво, очень мило, очень спокойное существо. И американского же порода, породы кот, мейн-кун, вот такой вот. Как они мне нравятся, они огромные, с ушами, вот эти кисточки, да? Очень умные, да, очень умные, и возвод Бармалей. А как собаку, как-то смешно тоже. Белоснежка. Белоснежка. Белоснежка Бармалей. Ну, тут что, можно я коротко о тебе, только серьезно, потому что шутки уберем, да? То есть пробежимся, ну, парень пел в группе «Хай-фай», там потом закончилась история с «Хай-фай», он, будучи уже там раскрученным персонажем, я так кратенько за тебя, понял, что надо, что уходить со сцены глупо имея, то, что на беззаколонке узнают. Вот, и бывает даже в магазине, говорят, да хотите скидку, вы такой популярный, и так далее. И взялся за себя, создал новый, я считаю, новый образ создал. Ну, конечно. Создал новый образ и достиг успеха, и, ты знаешь, коллеги по цеху, я с кем не разговариваю, говорят одно и то же. У нас же за кулиси, ты же, понимаешь, все про все знают. Интересно, что? Я сразу говорю, Митя вообще поднялся, у него каждый день концерты, больше всех ездит он и... И «Виагра». Ну, понимаешь, он и милайзер. Послушай, я к чему и веду вопрос. Понятно, что я знаю, что ты очень востребован, это правда, что у тебя очень плотный график. Спасибо, очень приятно. Да. Как ты, ты, вот, собаку-то свою, кота, кто кормит-то? Кота, кто кормит, значит, всем двором. Я говорю, знаете, кто шмякнет, кто брякнет, кто стухнет, кто брякнет, в целом, воспитание получается. Знаете, как Райкин тут, на Райкин. Потрясающе, какой-то собеседник, кто шмякнет, кто брякнет, в итоге... А то есть реально у тебя соседи гуляют, как ты просишься? Да нет, у меня помощница есть. У меня, конечно, есть помощница, прекрасная, замечательная, которая не только с ней гуляет, но и делает какие-то еще приятности по дому и для меня. Так что у нас все схвачено, товарищи. Как ты считаешь, вот, 17 января 1974 года было холодно? Мы с тобой в один год родились, я просто, я помню, что было очень холодно. На Таганке, да, не знаю, как в Новосибирске. Ты знаешь, в Новосибирске было еще холоднее, потому что это все-таки Западная Сибирь, и там трескучие морозы стоят, но они очень мягкие, потому что не очень влажный климат. И мама меня родила ночью, и слава богу, что она это сделала. Я очень признателен за это. Мама, у вас здорово, я просто... Да, конечно, конечно. А как маму зовут? Вот она вдруг будет смотреть. Я зовут маму Тамара Павловна. Очень мы ее любим, и не только я. Мамочка, тебе огромный привет. Тебе буду сейчас Бармалея. Тамара Павловна, спасибо вам огромное, потому что, вы знаете, я без шуток абсолютно, я достаточно скептично тебе какие-то годы относился, признаюсь, но ты добился успеха, особенно в последние годы. Это очень ярко, это, как это называется, самодеятельно. Это неповторимо. Самодеятельно? Да, самодеятельно. Твое слово самостийно. Самобытно может быть. Самобытно. Ну ладно, я представляю, что такое слово спорно. Ну, самодеятельность пышет из парня. То есть, грубо говоря, неповторимый стиль, ты действительно артист настоящий. Завалил сегодня утро меня комплиментами с утра пораньше, я сейчас зальюсь краской, товарищи, и не выльюсь обратно. Хотя кофе мочегонный, вы знаете, выльюсь. На это и расчетно. На это и расчетно. Скажи, ну вот стиль, звук, мы можем посмотреть твое видео сейчас? Мы с удовольствием что-нибудь посмотрим, и видео моё можем. Режиссер! И видео посмотреть. Дорогие режиссеры. Режиссер! А какое видео вы, интересно, вы хотите посмотреть? В Италии, который снимает. Видео обалденное, снятое в Тоскане, во Флоренции. Да, во Флоренции. Мы думали время, да. А мы не смотрим, нет, не Рим. Нет, Флоренция. Немножко, чтобы интереснее нам было смотреть это видео. Рассказать о том, как снималось, почему именно этот город ты выбрал. Именно для... Это же не просто так. А давайте пошопимся и заодно снимемся. Боже упаси. Там у нас девушка есть на коне. Там девушка на коне. Там абсолютно верно. Вот мы этот... Ксюша Петрова. Это наша первая солистская группа Hi-Fi. Ну, узнали. Значит, слушайте, ребята, история следующая. Практически каждую свою песню я визуализирую сам. Очень многие артисты обращаются к услугам режиссеров, клипмейкеров и так далее. Я всё-таки считаю, что артист имеет право и должен свою музыку представлять, как он это лучше чувствует. Так вот, практически все свои видеоклипы я снял сам. Спорные истории. Я знаю, что кто-то любит, кто-то не любит. Но суть в том, что я всё время ткну на карту, на глобус так вот пальцем и понимаю, что я хочу что-то, что-то, какой-то город, какую-то эпоху запечатлеть в своих видеоклипах. Я таким образом снимал на Кубе, в Абхазии. Где же мы ещё снимали? А, да везде мы снимали. Митя, извини, прошу, хорошо пальцем только жгло бы. Макубов, Арктика, Антарктика. Я бы с удовольствием снял и в Арктике, и в Антарктике. Но почему Италия? Вы знаете, туда просто не летают рейсовые самолёты, а так бы с удовольствием полетел. Меня пару раз звала организация по защите диких животных в экспедицию на ледоколе. Вы знаете, почему-то не получалось. Но я бы с удовольствием полетел и полетел. Так вот, Италия. Я хочу сказать, Италия, почему она, во-первых, красивая и бесконечная везде в любом городе этой страны. Во-первых, мне нужна была красивая расцветающая весна, земля. Мне нужна была зелень. Хотя зелени в апреле, как выяснилось, не очень много. Мне нужны были лошади, ручные птицы, взлетающие воздушные шары. Мне нужна была красивая натура. И я помню, что это всё в Италии. Тем более, что моя родная сестра Светлана Фомина, будучи тоже, кстати говоря... Это другое. Будучи тоже, значит, музыкантом, но она классический музыкант, она сделала многое для того, чтобы этот клип смог быть снят. И, соответственно, мы привлекли ещё дополнительные ресурсы. Это мои друзья, они занимаются отелями, они занимаются организацией ивентов. И, конечно, если бы не они, то всё это бы не срослось, потому что очень глобально был проект. А дорогое удовольствие? Вот там же вертолёт как-то задействован сегодня. Ты знаешь, это не вертолёт, это дрон. Ну, дрон. Это дрон. Я могу сказать, что, конечно, не дешёвое, но дело в том, что оно и неразорительное. Учитывая, что я все свои бюджеты свожу сам и контролирую сам, мы как-то понашли удачное сочетание цены и качества. И П. Фомин. Давайте посмотрим. Всем бухгалтерам привет страны. Давайте посмотрим видео, и о нам после видео, может быть, Митя что-то ещё расскажет. Давайте. Митя, мы тебя поздравляем. Ну, шикарные работы. Комплимент за комплиментом. Кино. Ну, действительно, понравилось. К интеллигентным людям в программу попали. Павел Паньков, ещё раз, для тех, кто только что включил телевизор и подумал, что это MTV. Нет, ребята, это восьмой канал. Здесь Павел Паньков, Ирина Хохлома. Андрей Чижов. И Митя Фомин сегодня у нас в гостях. Ещё раз здравствуй. Здравствуйте всем. Во-первых, потрясает то, что это твоя режиссура. Во-вторых, я так понимаю, руководитель съёмок... И идея вообще. Да, идея. Руководитель съёмок был ты же. Мы только что посмотрели видео. Лошади, птицы. Люди, кони. Всё смешалось. Люди, кони. Подмосковье не узнать. Не узнать. Нет, мы его раскрасили, конечно. Мне кажется, сейчас тебе комплимент последний. Ты уже вышел на уровень Робби Уильямса, когда тебе, в принципе, в кадре быть не надо. Ой, товарищи, говорите, говорите, говорите. Я сплю и вижу о том, что мы с ним споём дуэтом, если сказать честно. И в этот же... Робби Уильямс. Ты знаешь, ровно неделю назад, на этом же месте... Он сидел, Робби говорил, да? Нам не сказал Робби Уильямс. А по поводу Митти, по-моему, он говорит, лейтер. Что такое лейтер, я не понял. Лейтер, я вам скажу, что такое лейтер. К сожалению, иногда никогда. С американской, английской точки зрения. Скажи, ну вот самое сложное в этой работе... Мы сейчас увидели потрясающее видео на песню твою. Самое сложное было всё это организовать. Почему? Потому что это, очевидно, не наша страна. И зачастую съёмки требуют отдельных разрешений. Более того, в каких-то местах ты должен не просто получать разрешение где-то, а в Министерстве культуры, потому что это памятники архитектуры сплошь, охраняющиеся города ЮНЕСКО. И, собственно, проблема была с птицами. Потому что, по моей идее, я получаю некие полномочия, некую такую волшебную силу от другого волшебника для того, чтобы сделать людей счастливыми. Потому что он там где-то сидит, про них вообще забыл. И тут появляюсь я, и говорю, да вот, я хочу, чтобы мир стал лучше. Он говорит, вот тебе перо, мой малыш, вот тебе перо, вот тебе птица. Что с ними делать? Ну, естественно, я закрываюсь в комнате и начинаю строчить записки всем, кому не попадет, то есть такой купидон воплоти. Соответственно, на записке написано «Через терния к звёздам», что это значит, никто совершенно не понимает. Ну, то есть куда-то нужно идти, что-то делать для того, чтобы что-то произошло. Естественно, эти две записки в рендомном порядке попадают к прекрасной девушке-наезднице. Она как будто уже, так сказать, в свадебной фате там и так далее. Да, она свадебная была. Ну, это практически, но на самом деле это просто такая форма наездницы на выезд. И к молодому человеку, к пиццаулу, он делает пиццу, естественно, она бросает все свои дела, какой-то свой дом, что у неё было, он бросает пиццу, пицца сгорает в этой самой печи. Да, и они навстречу судьбе куда-то несутся, она на лошади, он на велосипеде, не понимая куда, что, зачем, почему, но ими движет какая-то внутренняя сила, и эта внутренняя сила в какой-то момент приводит их на чудесную лужайку, где их встречает сюрприз. Это воздушный шар, да? Да, воздушный шар. Для меня это аллегория. Для меня это олицетворение полёта, это любовь, это совместная жизнь, это счастье и так далее. Значит, что, какие были проблемы? Проблемы были в том, что меня уверяли птицы, да, вот эти соколы, это историческая достопримечательность Флоренции. А они откуда, где их взяли? Местные. Специальные заводчики культивируют этих птиц для того, чтобы с ними охотились. Но основное их предназначение, это разгонять диких голубей, которые для Италии, для памятников архитектуры являются стихийным бедствием. Так ещё папа Римский же сказал, что надо взять соколов, чтобы они разогнали голубей. Совершенно верно. И с тех пор это одно из достопримечательностей этого края. Значит, они могут делать всё. Они могут охотиться, они могут действительно разгонять и истреблять голубей. И они даже могут носить записки, чтобы было продемонстрировано в этом видеоклипе. Значит, проблема была в том, что они не могут садиться, куда нам нужно было. Значит, вот мне нужно было... Им нужен аэродром. Им нужен, знаете что, им нужен либо птица, либо дрессировщик. Всё. Больше ничего не нужно. Значит, и для того, чтобы он, например, приземлился сюда, чтобы имитировать принос этой записки, значит, нам приходилось делать очень много дублей. Почему? Потому что, значит, они питаются маленькими, простите меня, дохлыми цыплятами. Вот я сейчас как будто разочарован, это хищники, либо просто мышами. Дрессировщик, значит, раздирается этого цыплёнка, конечно же, уже мёртвый, извините меня, да. Значит, кладёт приманку вот на определённое место. Всякими своими знаками, жестами, там, криками и так далее. Он привлекает птицу для того, чтобы она села на определённое место. И в тот момент, когда он звучит мотор, он просто шарахается в сторону для того, чтобы как будто бы птица приземлилась сама на желаемое место. Это было сложно. Ещё сложно было то, что вы видели, значит, в кадре, когда я отпускаю птицу в мир, так сказать, с добрыми намерениями. Значит, мы сняли это ровно за один дубль. Почему? Объясню. Внизу, значит, я нахожусь в гостинице. Внизу один из самых известных достопримечательностей Флоренции – это Золотой мост, которому несколько сот лет. Значит, там толпы туристов, там золотые магазины и так далее, и так далее. Для того, чтобы птица улетела с моей руки, я должен определённым образом был взмахнуть рукой, отпустить вожжи, и она бы полетела к своему дрессировщику. Но поскольку, значит, единственное приемлемое место было этот самый мост, он очень сильно боялся, что птица не увидит его. Либо она полетит в другую сторону за голубями. И случилось чудо. Значит, она его увидела, он ей просигналил, там что-то есть, что он сказал, давай, мол, сюда. Птица увидела, полетела, но сделала такой небольшой крюк, и всё-таки, одумавшись, к нему села на руку, где было очень много остальных людей. То есть она просто его выросла себе на руку. И он пришёл, я говорю, слушайте, прекрасно, значит, ещё сделаем два дубля. Он говорит, нет, дубля больше не будет. Я говорю, я говорю, Фернандо, Фернандо, сделай, пожалуйста. Квартекосно, Фернандо. Нет, мы заплатили ему немало. Я говорю, послушай, мы тебе платим, у меня кино, мне нужно, чтобы птица, чтобы у меня хотя бы был один технический дубль. Говорит, нет, это мои птицы, они на вес золота. Вот он мне сейчас улетит, и что я буду делать? Это моя любимая птица. Я говорю, ну, пожалуйста, я тебя умоляю. Он говорит, нет, и всё. И если бы мы не сняли вот этот единственный дубль, то у меня этого дубля, в принципе, не было. А мне нужно было, чтобы птица была исключительно в городе, и чтобы она улетела с моей руки. Значит, это было... Ну, получилось же. Получилось, да, всё отлично. Как Горько, как режиссёр. Режиссёр и режиссёр сегодня у нас в гостях. Можно маленький комментарий? Как интересно быть Митей Фоминым. Да очень интересно. Это слово, да. А можно... Не всегда. Но если бы ещё вот этот клип ты не снял, но пришёл со сценарием, я бы тебе, как, допустим, я вот твой продюсер... Да. Дора! Сокращаем. А вот, ну, ты понимаешь, да, что ведь можно снять и дешевле, но ты специально делаешь всё очень... Я снимаю... Картинка! Дорого. Дорого. Не дорого клипа я снимаю. Это выглядит дорого, и мне приятно, что это выглядит дорого, но я это делаю не для того, чтобы это выглядело дорого, а для того, чтобы это выглядело правдоподобно. Я не буду никогда снимать исключительно дорогие автомобили или что-то, что действительно выглядит дорого. А ты у меня Тимати есть. Для меня дорога природа, для меня дороги люди, для меня дороги эмоции, для меня дорог сам по себе выстроенный правильно кадр, который может стать просто отдельный фотограф. Вот это для меня действительно дорого. Красиво. Потому что прям, ну, удивил так удивил. У нас есть... Потому что за этим стоит внутренний мир, я думаю, очень непростой и интересный, потому что психолог же ещё там... Как ты пришла как глубоко, а? Да. Копнул это копнул. Я и вышивать умею, знаете, края уши. Ну, я даже, по-моему, где-то читала, что есть колонка в каком-то журнале, где Митя Фомин, редактор «Как пережить измену» или «Как пережить потерю близкого человека». Совершенно верно. Вот. И очень мне было интересно, кстати, это почитать. Как это газовая колонка, да? Я хочу прокомментировать это. Да, действительно, я однажды был приглашён в качестве приглашённого редактора. А что за издание-то? Издание «Хеллоу.ру». А, «Хеллоу». То есть электронная версия журнала «Хеллоу», известного во всём мире. И мне просто сказали, а вы не хотите написать, например, о том-то, о том-то? Я написал. Я написал один раз, я написал второй, я написал третий. Два месяца я писал. Мне кажется, что я писал дольше всех приглашённых редакторов вместе взятых. Вот. И в итоге мне это приятно, потому что действительно у нас очень много откликов, и люди читают, и я надеюсь, что это кому-то помогает. И сейчас раз в две недели я пишу там какие-то свои размышления на тему каких-то острых психологических или непсихологических моментов. А что вот тяжелее всего далось? На что потратил больше всего времени? Вот я представляю себе. Какая тема ты имеешь? Ты сидишь и там чего-то... Больше всего времени, прям реально писал, стирал, стирал, поправлял. Мы спорили с моим редактором, с моим пиар-агентом Катей Коневой, мы спорили с ней больше всего на тему о транссексуальности, о том, как вообще стоит относиться к людям, которые экспериментируют с собственной внешностью, которые экспериментируют с переходом в другой пол, который является при этом людьми публичными, которых любят миллионы, но при этом ненавидят тихо в интернете. Вот. Обо всех этих проблемах, о том, что с этим делать, как с этим жить, жить ли с этим вообще, что объяснять детям, вот мы спорили очень долго и очень много всего там исправляли. А как тему предлагает редактор журнала? Или эта тема идет от тебя? Предлагаются темы, и мы их, конечно же, как правило, все одобряем, потому что они действительно интересны, люди стали очень общительны, информационное поле открыто, практически вседозволенность. И мне кажется, что для того, чтобы как-то внести какую-то ясность, я думаю, что мы имеем право высказываться вообще на любые темы. Мне очень понравилась статья, я тоже так считаю, я абсолютно с ней согласна, что измена иногда помогает укрепить семью. Многие считают, что это плохо, но, как ни странно, непарадоксально, как раз вот здесь у нас точка зрения очень совпала. Я думаю, ну это интересно, что новый глоток может быть в семье, новый виток, да, после, когда люди переживают. Вот тебя накрыло, ты смотришь, пойдем погуляем. Нет, 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 я к тому говорю, что... Нет, 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 интересно, так послушать умные люди, разговариваю. Нет, действительно, тема спорная, мы еще, я помню, с кем-то спорили. А вы изменяли? Но мы не будем сейчас это обсуждать. Я говорила о том, что иногда, как сказал бы, в всех вещах, которые ужасные, дикие, может быть, росток чего-то хорошего потом. Я вообще считаю, что все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Все мы имеем право на ошибку, главное ее признавать вовремя и потом не повторять. Проблема людей в том, что они очень не любят быть, скажем так, виноватыми и признавать свою вину. Вот это большая проблема. Ну и прощайтесь. Человек все-таки в культурном журнале пишет, понимаешь, умно говорит, интересно. Действительно умно говорит. Ну стараюсь, каковсучие, товарищи, стараюсь. Слова подбирает, прям ровно кладет, понимаешь? Видно, человек творческий где-то. Где-то творческий, а где-то совершенно не творческий, а где-то абсолютно безалаберно. Можно я сменю тебя? Конечно. Бьешь? Да. Короче. Слушайте, я могу сказать, конечно, а что делать? 12+. Так вот, уважаемые, воду, кофе. Кофе в вашу живую. Итак, уважаемые друзья, знаешь, каждый человек, я понимаю твой график приблизительно, конечно. Съемки, люди, новый хит. Коньи. Коньи, коньи. Все смешалось в доме обломки. Коньи, коньи. Коньи. Да, скажи, а вот есть какой-то отдушина для души, если это не тайно, конечно. Вот вечером, может быть, ты что-то читаешь для себя, или видео смотришь, или смотришь свое выступление в уральских пельменях, пересматриваешь. Что вот, что тебя задевает? Вот отдыхаешь где? Где я отдыхаю? В кровати я отдыхаю, как правило. Сплю, естественно, читаю на ночь что-то. И сразу же отрываюсь буквально через 2-3 страницы. Вот, вот, читаю на ночь что-то. Что, читаю на ночь что-то? Вот к этому и шло. Я, значит, у меня сейчас на подоконнике лежит книга, называется «Охоруки мураками. Охот на овец». Врешь. Митя Фомин, у нас есть такой, кому-то кажется это банальным, но для нас это важно, серьезно. Нас слушают и смотрят телеканал «Восьмой дети». Вы знаете, как ни крути, как ни ставь, 12+. Все равно сидят, бдят. Кто-то и разные часовые пояса, страна великая. Знаешь, как ты уже был в Италии, да? Вот объясни итальянцу, что ты в аэропорту. Ты что-то на меня показываешь. Просто больше всех похожи на итальянку. Очень. Что ты садишься в самолет, 8 часов, 9 летишь, а ты все еще в своей стране. Вот это вот надо иностранцам долго объяснять, что это такое бывает. Это удивительно, да. У нас одна из самых больших стран в мире. Я помню, когда мы летели на концерт в Анадырь. Да, да. Я была самая большая, Митя, самая большая. Мы все говорим о том, что у нас перенаселение планеты, ребят, вранье. Я вам рассказываю. Ну, уже поели, поспали, встали, что называется, в самолет, а самолет все летит, летит, летит. Я вот так вот смотрю, а это была зима, я вот смотрю в иллюминатор, и вот там, посмотрите, это белая. Там нету никакой дочки. И вот белая часами, вот белая, 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 вообще ни одного человека, ни одного города, ни черта вообще нету. И вдруг где-то спустя там 8 с чем-то часов, смотрю, где-то маленькая такая вот точечка, маленькая такая дымящаяся. Дымящаяся точечка, да. Нет, и мы подлетаем, и я понимаю, что, о, это город Анадыр. И обработчик такой стоит, Митя! И когда ты прилетаешь уже, когда ты выходишь на трап самолета, на землю. Кстати, крутой аэропорт, между прочим, с подогревом. В то время был не очень, как мы туда прилетали, мне кажется, это было самое, мне кажется, самое первое время вхождения на пост озвученного уважаемого человека. Так вот, значит, мы прилетаем туда, и нас спрашивают паспорта, и я говорю, а как же, мы же в своей стране еще находимся. Говорит, знаете, в своей, это не в своей, а Америка рядом. Взреку бежите. Так вот, добей. Вот, видишь, Смоленск, например, мошенник, смолен, недалеко от Москвы, да? 300 километров. Да, кругом, поля, поля, и нет, ничего не растет, да, и думаешь, вот у меня, вот такая, вот шел Наполеон к нам, да, зачем? Приезжай на экскурсию, посмотри. Сначала на экскурсию в Сирке, а потом армию. Земли много, как бы, куда идешь? Я думал, что он шел на Кубань, там все растет. Он говорит, а где Кубань? А вот обманули, говорит, Кубань там, а сами, хе-хе-хе, понимаешь, и на Москву показали. Хорошо, не впитнет, повезло. А там еще холоднее. Так вот, разные часовые пояса, нас смотрят дети, ты все-таки авторитет среди населения юного, тебя люди знают, любят, календарик даже у некоторых есть. Вот, с Митей Фоминым, без автографа пока, конечно, но я надеюсь, ты подпишешь. Обязательно. К чему веду-то? К тому, что у телеприемников и у слушателей Пионер-ФМ тоже в Нижнем Новгороде, в Перми, в 25 городах, ну, разные есть. Что ты мог посоветовать тем, кто сейчас вот думает, решает, делает выбор в жизни? Может быть, какие-то свои прошлые ошибки ты вспомнишь? Может быть, совет от тебя добрый? Вот, глядя вот в эту камеру, дорогую, иностранную. А сколько детям лет у нас? Дети разные. И первый класс, и второй, и третий, ну, не детский сад, я надеюсь, но все-таки всякое может быть. Да все мы дети в этой жизни. Вообще, мой опыт общения с детьми, мне говорит о том, что дети стали гораздо взрослее, они стали гораздо целеустремленнее и серьезнее, скажем так. Ошибки какие у меня были, но я всегда хорошо учился, например, да, для меня всегда был авторитетом, это мои родители и, собственно, те, кто мне какой-то, давал опыт и знания, скажем так, да. Но при всем том, я страшно ссорился с учителями, я сидел на последней парте. У меня был конфликт в музыкальной школе с преподавателем по хору, значит, я как сейчас помню, меня от хора отстранили, я не знаю, почему я так его не взлюбил. Значит, в итоге меня в пятом классе уже в новой школе не взяли в пионерское путешествие, кстати говоря, в зимние каникулы, в село Шушенское. Ну, это повезло, может быть, понимаешь? Нет, в него я попал позже, спустя год уже с группой хай-фай. Потому что я был страшным нарушителем дисциплины. При всем том, что я учился хорошо, но почему-то у меня с некоторыми учителями был страшный какой-то серьезный конфликт еще. Так у меня с классным руководителем, с Татьяной Борисовной сейчас по биологии она ее вела, почему-то мы с ней вообще не ладили никаким образом, она была из Харькова, но это не важно. Значит, что я хочу сказать, что дети, дорогие мои любимые, я хочу вам сказать, что лучше вас никто не знает, чего вы хотите от жизни. Я уверен, что у каждого есть своя мечта, и надо к ней обязательно стремиться. Слушать советы, безусловно, но знать о том, что это, собственно, ваша жизнь, и ваша жизнь уже начинается сейчас. И то, что вы дети, не освобождает вас от ответственности быть, скажем так, верными своему курсу. Потому что жизнь, она проходит, она проходит детство, юность, и ее вам никто не вернет. Поэтому то, что вам интересно, спорт ли, балет, химия, музыка и так далее, развивайтесь, общайтесь, дружите. Лучше, что может быть в детстве, это оно само, скажем так. Поэтому обращаясь к родителям, занимайте своих детей всем, чем только можно, хобби, какими-то профессиональными навыками, путешествиями. И дети вам обязательно будут за это благодарны. У меня была очень насыщенная юность, и детство... А с балетом-то не получилось? Выворотность не та, да? Хлопатый, когда интернет подключился? С балетом совершенно не получилось, да, действительно. В Новосибирске одна из самых хороших балетных школ. У нас там огромный оперный театр, самый большой за Уралом. Так вот, у меня мама привела туда, значит, на вступительный экзамен и сказала, нет, у вас у мальчика не та выворота. Подожди, секундочку, секундочку. Да ты, секундочку, да ты мужик. А не о шеф тебе говоришь, не о тебе говори. И отдала меня сексу водного пола, вот так, товарищи. Вот там, там, в принципе, нормально. Там плавочками подтянул и пошло. Все нормально, да. А как мама пережила то, что она хотела, чтобы сын был великим доктором, педиатром, а вдруг он стал музыкантом? Конечно, но я могу сказать, что я вот как раз объясняю свои слова, я могу сказать, что я всегда артистом хотел быть. И то, что я пошел в медицинский институт, это была такая, собственно, такая своротка, такая временная. Но дело в том, что я его действительно закончил. Почему закончил? Вы знаете, потому что мама сильно на этом настаивала. Уже на третьем курсе я понял, что медицина – это не мое. Это, конечно, страшная, интересная наука. Она действительно очень обогащает и раскрывает перед тобой очень многие две двери. Я можно прям… А если бы свершилось все-таки, но не получилось, да, и стал… Каким бы ты был врачом? По какой вот линии? Вообще я учился быть педиатром. Педиатром. Детским врачом, да. Детским врачом, совершенно верно, да. И, в общем-то, у меня спрашивают, ну как, вот у тебя есть какие-то, может быть, ты какие-то нам дашь советы? И, знаете, я говорю, медицина – это очень быстро изменяющаяся наука. Я 16 лет не открывал ни одной книги и не читал специальной литературы и не брал фонендоскоп в руки. Что я могу вам посоветовать? Для этого есть специалисты, идите к ним, там… Ну, конечно, если что-то связано, там, аптека и так далее, я, естественно, объясню и себе, и окружающим, что пластырь не нужно есть, если у вас живот был спален. Дайте поплазировать. Ребята, друзья, кризис в стране. Верник спит на лавочке, в метро, причем на профсоюзе. Старший или младший? Оба. А Митя Фомин звонок в дверь, врача вызвали. Как это? Фонендоскоп. 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 А что, вы говорили? Фонендоскоп. Да-да-да. Итак, посмотрим, глазки откроют так хорошо. Знаете, есть прекрасный, прекрасный есть анекдот. Мужчина, скажите, пожалуйста, вы гинеколог? Нет, но посмотреть могу. Я не знала. Вы пишите, хорошая сторона. Интересный, интересный. Посмотри. Не могу. Ну, потрясающе. У нас остается пять минут, друзья мои. У нас, мы перед выбором стоим. Либо вы сейчас тайно нажимаете под столом эту кнопку, и Митя Фомин уходит. Либо что? Проголосуем? Либо не нажимаете. Либо что? Митя, ну настолько интересная была встреча. Давай, давай. Я вижу, даже не прошу, мне ничего не предлагают. А тебе после эфира? Вот что за человек... А вам автоматически его делать? Да-да. Человек в дорогом... А можно как к доктору обратиться? От кашля что-нибудь посоветовать? От кашля? От кашля, пожалуйста. Есть у нас эпиктусин. Гениаль. Вам лучше? Пожалуйста, я могу... Над картошкой дышали? Попробуем. Ребята, попробуем. Вот подышите над картошкой. Мы не можем понять, никто не может понять, включая руководство 8 канала, почему такие рейтинги высокие у этой кухонной передачи, пионерское шоу. Потому что оно искреннее и потому что оно весёлое. Тут, понимаете, ну потому что обо всём. Обо всём, да. Видите, и горло, и что пониже, да? И клип посмотрели шикарно. И психологическая консультация тут же. Скажи, ну вот ты вот смог бы... Я сейчас понимаю, что вопрос банальный, уважаемые телезрители, простите, иногда надо. Но ты себя вообще, я так понимаю, ни в чём другом не представляешь. Нет, почему, я представляю... Вы знаете, я когда из группы уходил, я понимал, что это может быть фиаско. Да. Потому что там были очень многие... И многие надеялись на это. И многие надеялись. И спасибо им огромное, что они надеялись, потому что если бы не они, то у меня бы не было вот такого мощного внутренней мотивации, чтобы противопоставить тебя. Это какой был год? Прости, что... Это был 2010 год. Не так давно это было, да? Нет, это было практически... Ну это был 2009, и как раз наступил 10. Огромное спасибо. И как раз грянул кризис. Я помню, что я отработал последний концерт с группы Hi-Fi. Это было в городе Казань. Я приехал в Москву, был трескучий, опять же, мороз. И меня наш менеджер спросил, ну ты точно уходишь? Я говорю, да, ты знаешь, я точно совершенно ухожу. Потому что я уходил, наверное, года три. А когда я уже точно заявил о том, что я ухожу, прошло полгода, я доработал все концерты. Мы закрылись, соответственно, там все наши... По-честному? Абсолютно по-честному, абсолютно. И, собственно, что я подумал о том, что интересно, что я могу делать, да? Я, конечно, вспомнил о том, что у меня есть медицинский диплом. Я подумал о том, что, в принципе, я могу за границей, наверное, где-то преподавать русский язык. Две минуты остается. Было такое ощущение, что отвернулись люди. Было такое ощущение, что перестали звонить. Ты знаешь, нет, этого не было. То есть наоборот. Не было этого. Ну, нет, нет, те, кто были рядом, они остались. Я им страшно благодарен. Вопрос можно добью еще? Давайте, минуту. Смотри, вот в этом клипе есть Ксюша, которая у вас была с Олеской в первом случае. Совершенно верно. То есть остались дружеские отношения, да? Мы очень с ней дружим, очень с ней дружим. Она уже мать прекрасных троих малышей. Она по-прежнему очень любит лошадей. Это видно в моем видеоклипе. Прекрасно выглядит. И более того, друзья, я надеюсь, что в этом году мы порадуем вас объединением группы Hi-Fi на нескольких юбилейных концертах. И плюс, мне кажется, у нее есть то, чего нет у меня. У нее Шенген. Как-то она попала в это. Друзья мои, режиссеры нам подскажут, сколько минут остается до конца. Спутник отойдет сейчас. Да-да-да. Сторон, полторы минуты, ребята. Ну, что можно успеть за полторы минуты? Ну, как минимум, ограбить Сбербанк. Ну, попробуй. Да, как максимум. Онлайн. Да, онлайн. Так, что там, как там? А ведь, а знаешь, скажут, как Митя Фомин грабил банк. Смотрите на восьмом канале. Да, с удовольствием. В итоге, в финале, как последнее, как говорил Штирлиц, да, запоминаются последние слова. Да. Хочется в эти последние полторы минуты этой программы, мы надеемся, тебя увидят еще. Сезон пройдет. Все свершится. Новое видео, в конце концов, мы предлагаем порезентовать у нас в коем-то веке. Ну, да, мы удовольствием. Главное, пальцы вовремя в нужное место ткнуть. А когда ждать новое видео? После Милана на Москву, к ней возвращайся. Мы скоро действительно выпускаем новую песню и, конечно, будем снимать видео. На Пионер.ФМ сразу приносите. Премьеру излил им у нас на волнах. Андрюха Решино. Да, Павел Паньков, Ирина Хохлома. Андрей Чижов. Теплые слова, да, теплые слова в конце. Всем спасибо, всем до свидания, всем хорошего настроения. В общем, все, чтобы все было хорошо. И от Ирочки чем-нибудь тепленькое. Да, чудесно у нас сегодня гости. Спасибо, что и вы были с нами. Хорошего дня, настроения, любви и радости. У нас телек позволяет, знаешь, это сделать. На радио не скажет, Митя, о! Вообще, ты пацан, реально. Плюс тебя как нас. Спасибо вам за компанию, за настроение. И, в общем, действительно, все будет хорошо. Спасибо. 20 секунд до конца программы. Друзья мои, не выключайте телевизоры, 8 канал. Такая будет интересная реклама. Это что-то! Ну и на следующий день, там, заловите нас в эфире, как обычно. Подробности на сайте 8 и на сайте Пионер.ФМ. Пока! Пока.